Доброго времени суток! Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Он звучит как сверх с клиентом. Что у нас уже есть? Рассмотрим ситуации, когда этот вопрос можно задавать. В принципе, этот вопрос можно задавать, наверное, уже после первых 50 минут от начала. Но, конечно, лучше делать сверху, где-то там посередине, наверное, на экваторе сессии. Для того, чтобы убедиться, что та работа, которая была проделана, она была зафиксирована в голове клиента. Что клиент все-таки для себя что-то резюмировал, вытащил, зафиксировал какие-то мысли, может быть, инсайты, может быть, это какой-то план действий. Может быть, это какие-то еще там новые осознания. Вот. Дополнительно можно свериться с клиентом где-то после двух третей еще дополнительно. Но, на самом деле, вот эта сверка, она, в принципе, никогда ее не поздно делать, даже можно в самом конце. Но здесь возникает ситуация, что может быть мало того, что, ну, по ощущениям либо самого коуча, либо по ощущениям клиента, что может оказаться мало того, что было найдено. Поэтому лучше проводить сверху не в самом конце, но хотя бы там в середине, чтобы на всякий случай, если будет какое-то необходимо дополнительное исследование провести, чтобы клиент мог, ну, как-то для себя сказать, если он, например, после половины работы в сессии еще не выделил какие-то для себя важные вещи, либо, может быть, ну, как бы не увидел пока, то этот вопрос может его немножко подтолкнуть к тому, чтобы, ну, начать работу более, более, так сказать, может быть, глубоко, что ли, более усиленно, наверное, да, потому что если мы говорим о платной сессии для клиента, ну, наверное, осознание того, что прошло полчаса оплаченных денег, да, и результата он еще для себя не вытащил, это может быть, по-моему, с мотиватором, ну, поглубже, так сказать, погрузиться в ситуацию, ну, в свою работу. Я бы еще на всякий случай еще раз проговорил эту фразу сверочную, что у нас уже сейчас есть. Коллеги, всем добра, пока-пока.